Говорят, что россиян в июле ожидают разные погодные аномалии, которые наступят с первых дней месяца. Об этом сообщают специалисты гидрометцентра. Согласно прогнозу, в некоторых районах Сибири в середине лета жителям стоит приготовиться к очень жаркой погоде, без дождей, которая может привести к засухе. Так, на протяжении всего месяца в Томской и Омской областях температура продержится в районе 30 градусов и выше. Напротив, аномально холодный июль ожидается в Хабаровском крае и Амурской области. Однако погода не принесет непривычно большого количества дождей. Также температура ниже нормы установится в Челябинской, Томской, Курганской областях, в Оренбуржье, по Волжье, на Сахалине и на северо-западе России. Неприятный погодный сюрприз в виде аномального уровня осадков ждет жители Приморского края. Там в июле будут идти дожди, при этом они почти не прервутся на протяжении всего месяца. Таким образом, в регионе выпадет осадков значительно больше нормы. Но давайте о нашем крае подробнее узнаем в студии Ирина Баранова, ведущая синоптик Хабаровского гидромедцентра. Доброе утро. Ну, давайте по уже отработанной и знакомой схеме обсудим месяц, который у нас ушел. И мы, как обычно, тут возмущаемся. Значит, вначале было холодно, прохладно. Потом температура по 30. Как с этим жить и было ли это нормой? Ну, мы все помним, что первая неделя июня была прохладная, даже холодная, и температура декады на 2 градуса ниже нормы. Ну, в целом, вторая, третья декада и среднемесячная оказались близки к среднему многолетним данным. И количество осадков выпало вот за 6 дней хорошими дождями, выпала норма. То есть он получился такой средний, статистический. Мы каждый раз удивляемся. Вот если говорить про июль, сегодня уже первое число, какой он вообще типичный, вот типичный июль, какой он для Хабаровска? Ну, давайте расскажу, что первая половина будет, можно сказать, нетипичная, а вторая будет типичная. Так, подробнее. В первой половине мы ожидаем, что будет без существенных осадков, ну, в отдельные дни, кратковременные дожди с грозами. Ночью температура 15-20, днем 27-32, выше нормы на 24 градуса. А во второй половине мы уже ждем типичную для июля температуру, когда происходит активизация циклонической деятельности, подъем в регион тропического влажного воздуха и сопровождение этой массой интенсивными осадками. Температурный фон где-то 15-20, ну, днем до 28, но при дожде понижение температур до 23-28 градусов. То есть вторая, вторая, извини, Саша, вторая половина ожидается чуть-чуть попрохладнее, да, я так понимаю? И помокрее. А ну, духота будет, и получается, будет неприятней. А вот первая половина, вы говорите, нетипичная. Чем она нетипична? Именно своими температурами? Вот мы же помним прошлый год, когда была ужасная жара, как раз в июле? Нет, ну, за что в июле бывает чаще, раньше начинаются вот эти подъемы тропического воздуха, а в этом году, может, мы продержимся первую, выживем. Ну, да, в этом году все вообще голосовали против июля, говорили, давайте сразу пусть будет август, потому что все вспоминают Хабаровский прошлый июль, ну, это был какой-то кошмар. Я, честно говоря, уже хочу купить билеты и куда-нибудь там умотать в город с другим названием, потому что, ну, это страшное что-то было. Будет ли что-то подобное? Ну, получается, мы ждем, что среднемесячная температура июля будет на 2-3 градуса выше нормы. А вот в прошлом году как было? Ну, получается, в прошлом году у нас был рекорд по максимальной температуре и по среднесуточной. Но мы сейчас также будем отслеживать, будет ли накопление вот этой среднесуточной температуры. Там же надо 5 дней, чтобы наблюдала среднесуточная выше нормы и максимальную. Так что будем отслеживать. Вот вчера тоже была достаточно высокая температура, но, в принципе, на улице было достаточно комфортно находиться, даже в районе 3-4 часов дня, когда самая сильная жара, потому что не было вот такой вот удушающей влажности. Июль, это, как известно, да, это все-таки такое более мокрое все. Будет ли влажность высокая? Конечно, раз подъем тропической влажной массы. Но это, получается, вот в Средней Азии, там те же 35-40, они легче, чем наши переносятся. Наши 25-28, влажность 100% сутками. И получается, людям дискомфортно, конечно. А вообще, какое число осадков прогнозируется на июль, если брать месяц в целом? Ну, норма июля 137 миллиметров. То есть это хорошее. Если они выпадут во вторую половину месяца, то, конечно, это будет... То есть есть вероятность, что во вторую половину месяца нас будет заливать? Да. Понятно. Ну, это именно осадки, вот тропическая масса, это... Ну, и вот исходя отсюда, да, если будет заливать, будет много осадков, что по Амуру? Ну, сейчас на реках Амура повышенная водность. Уровни около нормы и выше на 1-3 метра. На поймах рек Мкур, Амгунь, Катен, выход на пойму, ну, за глубина пойм от 30 до 2 метров. И в ближайшие... А, ну, сегодня у Хабаровска уже сказали, что 270 сантиметров. В ближайшие двое суток подъем на 20-30 сантиметров. Затем без существенных изменений. И к концу первой декады июля уровень у Хабаровска прогнозируется 350-380 сантиметров. Ну, а дальнейшие уже будем просчитывать от дождей. От их интенсивности, как будет в Приморье, в Китае, в Амурской области. И вот тоже будет весь бассейн, и будем смотреть, просчитывать уровень. В общем, готовимся к достаточно теплому июлю. Не забудьте о том, что в летнее время, конечно же, побольше воды нужно пить. Промойте свои кондиционеры. Если этого еще не сделали, они нам обязательно пригодятся. Ирина Баранова у нас была в гостях, ведущая синоптик Хабаровского гидрометеоцентра.